Как привить яблоню? Перед многими садоводами, особенно начинающими, встает вопрос, как эффективно привить яблоню. Ведь существует огромное количество видов прививок, а также есть определенные особенности в проведении этой процедуры в разные периоды года. Прежде, чем отважиться на подобный шаг, важно знать, как привить яблоню правильно. Зачем нужна прививка? Прежде, чем начинать выбрать способы время прививки, следует четко понимать, в каких целях она проводится. Существует несколько причин, по которым следует выполнять прививку для яблоней. Если яблони на участке стали приносить слабый урожай, то его можно существенно увеличить, заменив старую крону новой и более плодоносящей. Привить дерево можно в целях простого эксперимента, чтобы попробовать выращивать сразу на одном дереве два разных сорта. Для экономии места на участке также целесообразно проводить прививку. Это поможет сразу на одном дереве вырастить два сорта. Если принято решение самостоятельно получить саженец, то можно впоследствии облагородить дичку хорошим привоям. Если дерево пострадало по каким-либо причинам, например, съедено грызунами, то его можно обновить с помощью прививки. Сорта яблони, которые боятся морозов, можно привить более морозоустойчивыми видами, чтобы они не погибли в суровом зимнем климате. Благодаря прививке можно вырастить карликовую яблоню. Интересный факт. В целом, процедура проведения прививки приравнивается к хирургической операции. Но при соблюдении последовательности основных правил провести такую процедуру реально каждому, даже начинающему садоводу. Прививание вращев вида прививок. Существует много способов, которые можно использовать при выполнении прививки для яблони. Каждый из них имеет свои уникальные моменты, что влияют на выбор в конкретной ситуации. Прежде, чем выбрать свой вариант, нужно знать, как прививать яблони любым способом. Прививание вращеп. Таким способом прививания следует заниматься в это период покоя дерева. Лучшим периодом станет конец марта и начало апреля. В одиночку выполнить процедуру не получится. Второй человек будет помогать делать продольные прорезы на дереве, а также вставлять привой. Внимание! Если образуется молодой экземпляр ветки, то от основного ствола отступают 45 см. Если для процедуры используется старая яблоня, то от штампа делают отступ не менее 1 метра. Для подобной цели целесообразнее использовать ветки с диаметром 5 см. Стоит заметить, на основной скелетной ветке допускается выполнить сразу не один срез, причем в разных местах кроны. Снизу крона оставляют пару ветвей, которые обеспечат необходимое питание. Также стоит не удалять самые свежие и тонкие ветви. Среди основных особенностей прививки вращеп следует выделить следующие моменты, которые помогут понять, как прививать пошагово весной. Яблоню. В местах, где проводился спил, проводят аккуратное зачищение. Посередине среза следует вставить в топорик или секатор. Длина расщепа должна составить около 10 см. Прорезь разводят в стороны и вставляют непосредственно привой. Чтобы прививка закончилась успехом, необходимо следить, чтобы рисунок составляемых частей максимально точно совпал. На наиболее толстых сучках допускается сделать около 4 насечек и добавить дереву одновременно 4 привоя. После того, как манипуляции выполнены, все стыки обдаются садовым варом. Если черенок держится не слишком плотно и крепко, то следует взять канат и обмотать место прививки. Если привой около 3 см, то садовый вар допускается не использовать, а проводит обмотку полиэтиленом. Пленку закрепляют за пень. Для выполнения подобной прививки следует взять черенки в 4 почки. Важно! Черенки готовят в тот же день, что и будет выполняться манипуляция. Прививка в полу расщеп. Для выполнения процедуры подойдут и тонкие ветки, так как глубина расщепа составит около 3 см. Схема подготовки аналогична варианту в расщеп. Привой фиксируется так, чтобы совпадали срезанные участки. Дерево обматывают очень туго полиэтиленом и фиксируют шпагатом. Подобный вид целесообразнее использовать весной, пока почки не начали набухать. Метод угловой надрез для проведения подобной процедуры целесообразно использовать молодые ветви до 2 см. Их срезают с применением острого ножа. На месте среза выполняют угловую выемку. Через пару сантиметров прорезается еще одна выемка с углом наклона 30 градусов и глубиной около 5 см. С противоположной стороны прорезы выполняются аналогично. Снизу черенок обрезают с двух сторон. Если выполнены разрезы должным образом, то привой идеально войдет в разрез на подвое. Место операции защищают полиэтиленовой пленкой. Лучше всего такой вид прививки также выполнять еще до начала самодвижения. Прививание под кору лучшим периодом выполнения подобной процедуры считается вегетационный период в самом начале, в это время кора. Легко отслаивается от древесины. Первоначально нужно спилить суча и сделать прорезы в коре. В них вставляют черенок, затем стык, который напоминает небольшой мостик, закрепляют полиэтиленом. Прививание под кору, чтобы выполнить прививку быстрее. Черенки можно подготовить немного раньше, но хранить их следует обмотанными. Во влажную ткань, чтобы спилы не высохли. Копулировка подобный метод используют, если привой подвое аналогичного диаметра, до вторых см. Чтобы выполнить подобный вид, следует сделать одинаковые спилы по косой, чтобы не было сучков и заусенец длина до 4 см. Копулировка подготовленные части соединяют, чтобы камбиопривое и подвое совпало максимально. Верхний срез обрабатывают садовым варом, а в месте соединения выполняется обвязка полиэтиленом. Улучшенная копулировка этот метод все чаще используют вместо традиционной копулировки. Соединение получается намного прочнее. Для выполнения подобной перепрививки используют следующую последовательность действий. Снизу черенка сверху вниз делают разрез острым. Ножом, чтобы осталась неточка, небольшой кусочек коры. Аналогичное действие выполняют на подвое. Две части прикладывают так, чтобы оставленные язычки плотно соприкасались друг с другом. Побег опускают так, чтобы его срез полностью совпал со срезом на суку. Место стык обматывают полиэтиленом и закрепляют шпагатом. Иногда целесообразно использовать изоленту для закрепления. Верхний срез обрабатывается садовым варом. Подобный метод прививания следует выполнять весной, когда кора легко отделяется от древесины. Окулировка яблонь. Подобный метод используется для прививания яблонь в летний период, например, в августе. Для выполнения подобной процедуры следует взять спящую почку со здорового черенка. С яблони срезают побег одного года до 0,5 метра. Выбирают тот, который отличается хорошей древесиной, ровной корой и красивыми здоровыми листьями. Готовить черенок можно заранее, но его опускают в воду, чтобы не испарился сок. Также следует сорвать все листья. Окулировка яблонь подвоем в таком случае станет молодое дерево, ствол которого около 8 сантиметров. Перед проведением процедуры удаляют все ветви, а также тщательно поливают. Почку вставляют в теобразные срезы и в приклад. Место соединения обматывают полиэтиленом. Когда лучше заниматься прививанием яблонь? В принципе, заниматься прививанием яблонь можно на протяжении всего года. Но все же самыми лучшими периодами является конец лета, начало осени и весна. Особенности каждого сезона следует отметить более подробно. Прививание весной, как отмечают опытные садоводы, весенний период наиболее благоприятен для выполнения процедур прививания, так как при начале сокодвижения привив хорошо приживается. Разные виды прививок проводят в разное время. Использование черенков актуально после окончания весенних заморозков. Конец марта Начало апреля Окулировку яблони начинают выполнять в конце апреля или начале мая. Стоит отметить, весенние операции имеют еще одно достоинство, если подвой не приживется по каким-либо причинам, то прививание для этого дерева можно повторить летом. Поэтому идеальным выбором станет привививка яблонь весной для начинающих, чтобы первая проба стала настоящим уроком и показала, какие ошибки могут быть. Прививание осенью в общей сложности Осень – это не самое удачное время для выполнения подобной процедуры, но если сохраняется на улице достаточно теплая температура, то можно прививать дерево в сентябре. В этот период допускается использование следующих методов – окулировка яблони глазком в расщеп, в реклад, за кору. Важно! Процедуры прививания выполняют за 2-3 недели до похолодания, пока средняя температура не опустится до 15 градусов. Но в южных регионах, где заморозки наступают очень поздно, можно попробовать привить дерево в середине осени. Прививка яблоней весной Весенняя прививка может выполняться различными способами – копулировкой, в расщеп, окулировкой, в боковой разрез, за кору. Как привить яблоню весной и пошагово по каждой технологии, было рассмотрено ранее. Для любого их вариантов прививочный материал заготавливают осенью или в начале февраля. В зависимости от вида последовательность действий будет различаться. Прививка яблони осенью – осенняя операция менее распространена, чем весенняя. Так как угадать начало заморозков сложно – это явление непредсказуемо. Но иногда бывают ситуации, когда достать черенки нужного сорта в другой период года невозможно, поэтому другого выхода нет. Привиться следует приблизительно за месяц до установки температуры на улице плюс 5. Важно! Чтобы не образовалось гнили, следует выполнять операцию на высоте ни ниже 25 см. Для проведения прививок осенью можно использовать следующие способы. После сбора урожая до момента листопада можно проводить прививание. Любым способом копулировки для прививки глазком лучшим периодом является конец августа, вторая половина сентября. Прививание за кору следует выполнять в конце лета, начале сентября и начале августа. Важно! Как показывает практика, 100% приживания привоев обеспечено, если прививку сделать до наступления средней температуры плюс 10 градусов. Какие подвои можно использовать для яблони? Идеальным и привычным вариантом для всех считается подвой из культурных сортов яблони или взрослых деревьев. Но выполнять прививание можно и на дичку, которая выросла в лесу или проращена самостоятельно из семян. Прививка к плодовым деревьям Прививка к плодовым деревьям Не только яблони на яблоню можно выполнять прививание. Иногда используются альтернативные неродные привои и результат радует хозяина. Для нашей местности существует несколько альтернативных вариантов, которые можно использовать. Боярышник, красная и черноплодная. Рябина, айва, калина, груша. Прививки к неплодовым деревьям Опытных садоводов и не только отдельный интерес вызывает выполнение яблоневых прививок к диким неплодовым деревьям, например, к березе. По своей сути, береза будет очень хорошим подвоем, так как является сорняком среди деревьев, хорошо и быстро растет, и не болеет. Иметь плодовое дерево с подобными характеристиками жизнеустойчивости – это мечта каждого. Но как показывает практика, прививаются подобные прививки очень сложно. 70-80% береза просто оторгает яблоню. Именно по этой причине и рекомендуется выполнять прививания к дикорастущим неплодовым деревьям. Прививки к неплодовым деревьям Выполнение инородных прививок при выборе инородных привоев учитывают определенные нюансы операции. Выполненные не по классической схеме яблоня на яблоню, не такие долговечные. Яблоня приживается на черноплодной рябине намного хуже, чем на обыкновенной красной. Благодаря прививанию яблони на рябину можно Увеличить ее морозостойкость, но стоит быть готовым к тому, что плоды начнут мельчать. Аналогичная проблема может случиться и с калийной, боярышником и айвой. При выполнении прививки яблони на айву стоит быть готовым к тому, что вероятность приживания низкая, да и урожайность очень невысокая. Груша лучше приживается, если брать за привой яблоню, а вот наоборот операция заканчивается удачей реже, но зато яблоки будут сочнее и вкуснее. Несмотря на все прививки, с инородными культурами выполняется достаточно часто. Особенно актуален такой вопрос, если возникает желание, например, спилить ненужную рябину. Лучшими способами прививания на инородные подвои считаются в расщеп, в боковой срез, за кору, улучшенная копулировка. Особенности летней прививки В летний период происходит второе сокодвижение. Оно приходится на конец июля, начало августа. В июне приживание будет немного сложнее, но в этот период можно выполнять подобную процедуру. Для этого периода идеально использовать метод окулировки яблони. В южных регионах этот период приходится на конец августа, начало сентября. Особенности летней прививки Основной особенностью летней процедуры является использование свежих молодых зеленых черенков. Зеленые черенки должны соответствовать следующим требованиям. Однолетние побеги, длина которых превышает 30 см. Черенки должны быть полностью сформированными и здоровыми. Диаметр среза должен быть около 5-6 см. Материал должен быть заготовлен с южной стороны. Для проведения летней операции следует использовать свежие побеги, которые заготовлены в день процедуры. Уход за привитым деревом После проведения операции следят за состоянием дерева. По истечении срока в 2 недели стоит проверить, прижился ли черенок, не высохла ли почка. Если операции не удалось, то все убирают, а срез обрабатывают садовым варом. Повторно можно попробовать привить это же дерево еще раз, но уже летом или осенью. Важно! Если прививка удалась, то следует своевременно ослаблять повязку, чтобы она не повредила ветку. Если процедура выполнялась весной или летом, то снимают повязку уже через 2-3 месяца. А осенью повязку оставляют до самой весны. При выполнении операции в осеннее время, еще до наступления похолодания, хорошо окучивают дерево и поливают, чтобы в зимние морозы оно не вымерзло. Также важно защитить место проведения операции от солнца. После пробуждения дерева просматривают образование побегов на новом черенке. Если они появились из нескольких почек, то остается только один, остальные удаляют. Когда молодые черенки достигают длины 25 см, их подвязывают. Второй раз подвязывают при достижении новых черенков длины 40 см. Это делается на протяжении 2-3 лет, ведь механическая связь привой и подвое не слишком сильная. На заметку! На протяжении первых 2-3 лет привитое дерево следует хорошенько поливать и подкармливать, чтобы период восстановления прошел максимально безболезненно для него. Как видно, проведение прививания дерева – это процесс достаточно сложный и очень ответственный, но при соблюдении всех правил этой процедуры высока вероятность получить хороший результат. При выборе периода для подобной операции следует учитывать особенности местного климата. Например, для Урала лучше всего прививать яблони весной и осенью. Летом также можно выполнять подобную процедуру, но следует соблюдать все особенности и требования.